Моя система экспертных риос, это когда вы снимаете, во-первых, быстро, то есть система устроена так, что вы можете быстро сгенерить ролик. Я вот сейчас вылетал в Дубай, я за полтора часа сделал 14 роликов. Я за час написал 14 сценариев и за 30 минут снял это на айфон. Вот, двухнедельный контент-план за полтора часа себе сделал, это быстро. Да, нужно говорить легко, легко это в смысле, что вы можете идеи креативить в моменте и сразу их отпуливать на камеру. То есть вам не нужно какие-то комбинированные съемки, суперэффекты, сложный монтаж, нет. У нас все это educational stand-up. Educational stand-up это то, как выглядит видео, если вы смотрели мои риос. То есть когда стоишь и что-то говоришь, камера ценная для твоей целевой аудитории. Регулярно выкладываем, да, это важный момент, про это я думаю не надо комментировать, что, ну как бы, мы даем себе время, да, нашего снеговика надо скатать. Мы начинаем с малого, наш снежок, он должен скатиться, нам нужен импульс, чтобы привыкнуть это делать. И да, мы это делаем без синдрома самозванца, без синдрома самозванца. Знаете почему? Потому что я на реакцию других людей. На тех, кому я не нравлюсь, я разрешил, мне нравится. Я это прошел еще с книгами. И когда я написал первую книгу, я написал, она вышла в 2011 году, первая книга, в магазинах продавала. Я же думал, что я буду звездой, я думал, что, блин, я написал книгу, я в нее верю, это гениально. Гениально. Отзыв читателей был такой, жалко деревьев, которые пошли на бумагу для вашей книги. Прикиньте, такое получите. А ты только первую книгу написала. Обидно. Знаете, почему как происходит? Ты получаешь 10 фактов обратной связи, из них 9-рым людям нравится, одному не понравилось, и ты загоняешься. Как же одному не понравилось? И по факту это всего один из 10, в основном людям нравится. А ты не можешь понравиться всем. Знаете, как это говорится? Ну, я не доллар, чтобы всем нравится. Так и доллар не всем нравится. Обратите внимание. Посмотрите, доллар не всем нравится. Далеко не всем нравится доллар. Если вы хотите ту жизнь, о которой вы писали, вот это все, макбуки, жизнь в Дубае, роды в Майами, айфон. Если вы вот это все хотите, вы должны выдерживать социальное напряжение. Потому что, когда вы начинаете быть заметными, общество не хочет, чтобы вы были заметными. Общество уж хочет, чтобы вы, как все, делали то же самое, что и раньше. И столпы не высовывались. А когда вы начинаете проявляться, как это видео снимать, найдутся те, которые попробуют вам обрезать крылья. И на них пусть пробуют дальше. Они сами вот этими никнеймами Валентина 755398 без аватарки с закрытым аккаунтом. Они только и могут в комментах. Сами нифига не делают. Пусть на них на всех. Пусть отпишутся. Пусть под каждым моим роликом вообще меня... Вот это не значит, что я остановлюсь. Какой-то ноунейм из интернета может на меня повлиять, чтобы я перестал идти к своим мечтам, чтобы я перестал свою семью вот из этого доставать на новый уровень, вытягивать. Все равно это будут делать. Не пугаю вообще на хейтеров. И мы это делаем у нас здесь. Когда ты попадаешь на кэмп, например, да, в наше сообщество, где у нас людей, которые так же думают, те тоже становятся. Мы снимаем их ради того, чтобы как можно больше людей узнал о том, что мы есть. Первое правило бизнеса, напоминаю, контакты ведут к контрактам. Как много людей знает о том, что вы существуете. Риос на сегодняшний день – это самый легкий. И к тому же бесплатный, да, потому что мы не платим за то, чтобы опубликовать ролик. Способ сделать так, чтобы у вас узнали новые люди. Так сделайте вы так, чтобы у вас новые люди узнали, чтобы они сначала начали на вас смотреть, чтобы они начали подписываться, соглашаться с вами, да, потом они купят ваш продукт, когда им нужны будут услуги или товары, которые вы продаете. Субтитры сделал DimaTorzok